Ну все, привет! Сегодня я катаю, продолжаю катать спины. Я свой банкрол еще так недопроиграл. У меня по-прежнему около 50 баксов. Покатаю один столик, потому что это позволяет довольно глубоко прочувствовать динамику игры. И сразу множитель. Первый же турнир. Вчера один раз за весь вечер мне множитель выше двойки попался. Как это все у нас выглядит? Все нормально, да? Все помещается. Вот это я понимаю. Один стол. Есть где развернуться. А почему у меня серый стол, кстати, с серым цветом? Что-то скин поменялся, что ли? Так, ладно, пока тишина. Пока включу бурнесика, наверное, что ли. Что еще можно? Сегодня контакт с меня сделал новый дизайн с сайта. Переходим на новый дизайн. Как бы так-то поближе к фейсбуку подобраться. Так, попер-трекер сейчас подгрузится. Надеюсь, меня слышно. Нормально сейчас протестим. Раз, раз, раз. Отлично все. Запись есть. Есть. Начали сразу с хардкора. С бернеса, со спин-офф. Аж прям закурить захотелось-то под бернесика. Грусть и печаль. Далекий друг. Что-то уже которую руку играю, а ПТ еще не подгрузился. Можно было, кстати, Чек-Кол играть на флопе. Ладно. Че за глюки? Вау! Старзы показывают. Старзы показывают мне, блин, чудеса. Без невидимые фишки. Невидимые кнопки. Че за глюки? Вот фашисты, а. Ну, ей-богу, большевики захватили власть на Старзах. Я клянусь. Ну, потому что много лет работало все классно. А теперь? Теперь какие-то глюки непонятные. Ну, будем на ощупь, что ли, играть, да? Или че? Кто-то... А, колл. Ладно, окей, колл. Будем играть на ощупь. Этот чувак поставил три, видимо. Посмотрим, может, следующая рука нормальностью будет. Если нет, придется перегружать. Не, а. Так, 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 так. Не, не, нифига. Короче. Это не в первый раз такая фигня на Старзах. Старзы уже не торт. Ну, что это, блин? Это уже вообще не торт. Так, по навехе, давайте. Перезапускаем. И вот так у меня почти каждый день бывает. Я не знаю, у кого-то тоже проблемы с Старзами начались вот последние месяцы. Или только у меня. И у меня, может, с виндой проблемы? Может, я зря гоню на Старзы? Но я гоню на Старзы. Я всегда гоню на Старзы. Уже много-много лет. Как только какой-то даунстрик. Так, не будем светить. Пин-кодик. Ну, че? О, вот. Теперь уже, да. Пропустил, правда, я одну руку. На очень важном... Но зато бесплатный. Бесплатный баттон пропустил. Ничего страшного у нас. Бесплатный баттон пропустил. Интересный факт. Я сначала стрим на джипсетине хотел назвать, пока не забанили. И пытался несколько раз его создать с твича. Но у меня не получалось. И все время выдавалось, что, типа, ваш стрим закончен. Ваш стрим закончен. Сразу же думаю, ну все, точно забанили, наверное. Потом переименовал. Сделал обычное название, которое ставил вчера, позавчера. И сразу стрим запустился на джипсе. Сейчас немного подтянутся люди. Я могу рассказать про то, как идут дела с подготовкой к следующему путешествию моему. На плоту. А, вот только что, только что я приехал. Я нашел новое место. Наметил место для... Откуда я начну сплав. Там валяется очень много бамбука. И можно будет изи. Так, сейчас. И может, можно будет изи насобирать там много бамбуковых палок. Вот такой вот толщины, наверное. Соединить их с четырьмя шинами надутыми. И прям на... Этот бамбук валяется прям на берегу реки. И прям с берега долбануть в поход. Какие у Бернеса короткие песни. Я бы слушал их часами. Вот настраиваемые на рабочий лад. Я когда гринжу много столов, врубаю вот эту песню. Там где-то идет... Когда идет восьмой час сессии. Водушевляющая песня. Потому что я вот обычно себя чувствую таким простым, рабочим человеком. Не замысловатым. Не вот таким вот всяким бизнесменом. А просто рабочим, вкалывающим парнем. Корабли плывут под звездами. Гордо высадятся мосты. Это все не богом создано. Это сделал только... Мне эта песня очень нравится за ее атеистичность. Ты звал меня. Ты звал меня? Ты сейчас где? Дома сижу? Это все там же, на севере Таиланда. В городе Пай. Рядом с речкой Пай. И горами. А душой я с Марком Бернесом в России. Я так посмотрел просто сзади там что, как вообще фон, что спрашивают, где я сейчас. Все так же, все. Я все так же перед Обамой. Чем рабочий человек. Валет? Валет? Нет? Нет? Согну тебя в поле. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Ну вот, первый турик. Я снимаю жилье в Таиланде, потому что я живу в разных местах. То есть в Пае, например, годик. Потом можно на Пукете, потом можно Самуи. Ну, обычно в Таиланде. Какое-то время мы, конечно, там жили с пацанами и в Нячанге в Вьетнаме. Вчера о нем рассказывал. Отвратительное место. Кстати, ноты давно я ставил такой? Недавно, да? Я обычно вот такие оранжевые ставлю где-то месяца полтора назад. Новые правила нотсов для себя ввел. Такие оранжевые я ставлю для агро. Постфлопщиков. И да, он таки агрится. Поэтому мы выбросим тут слабый хенд. Да, снимаю домик за 200 баксов в месяц он стоит. Ну, такой простецкий деревянный дом. Зато здесь очень классный сад японский. Во время даунстрика, после очередной неудачной сессии, классно просто прогуляться среди прудов. Тут много-много-много прудов в саду прям. Больших и маленьких. И с всякими там лилиями, и без лилий. И разноцветных, и зеленых, и голубых. Довольно-таки успокаивает. Зудов 1967 стал новым фоллоером. Спасибо, старина. Для Тайва тебя чудесный инет как скорости. Инет действительно, вот по сравнению с остальными, вот на саму и постоянно хереновый инет. Здесь довольно неплохой. Во-первых, у меня здесь даже два Wi-Fi. И вот, и оба неплохие. Даже не знаю, как объяснить, почему инет хороший вот здесь. Как-то так вот. Хозяин заморочился, видимо, как-то. Ну, тут, конечно, бывают проблемы. Ну, редко там. Раз в месяц, может быть, там пропадет он на день. Приедут на джипе, на своем оранжевом, эти, телефонисты. Че-то там полазит полдня, и потом все, норма опять работает. Есть ли топовые достижения в покере или это хобби? Это моя профессия. Я 7 лет. Какой 7? Может, лет 8-9 уже играю в покер. Занес там до хрена баб. Я не считал никогда. Может, 1200 долларов. Может, 300. В основном в МТТхах. Самое топовое достижение в оффлайне, это выиграл сайт в Макао за 200... Ой, за 500 баксов, по-моему. 12 тысяч за первое место дали. Кей-кей. Привет. Вообще никогда килополя не заносил, никакие. Я просто миллион лет катал МТТхи, и ни разу я не заносил килополя. Никакого лакерства в этом смысле вообще не было. Было несколько глубоких проходов, там во всяких в топсах. И так далее. Ну, там что-то 50-е места, 40-е. И два раза, может, за всю жизнь я выиграл. Не то, что даже выиграл, а вышел на финалку турнира, где больше тысяч человек. Просто вот несколько раз в чертовой этой жизни несчастливо-покерной. Так. А что это мы без картинки-то катаем? Вот так другое дело. Через агентство ли нашел жилье? Нет, а я уже... С самого начала, вот как мы с друзьями приехали в Таиланд, мы не ищем жилье через агентство, а просто хороший способ. Я думаю, он и сейчас тоже работает. Да я и сейчас ими пользуюсь, да. Просто ездишь по, значит, по этому тайскому населенному пункту, в котором ты хочешь поселиться. И смотришь постоянно там вывески, house for rent. Ну, обычно прям даже целые, как бы, деревеньки этих домиков стоят и сдаются. Там прям сразу видно, что это домики для сдачи. Поэтому никаких проблем нету. Если кто-то, например, собирается в Таиланд ехать на срок месяц, там, два и так далее... Блин, надо было чекать, кстати. Я вот заболтался. Точно надо было чекать. И, в общем, изи, если, как бы, есть байк или тачка, есть на чем двигаться, то один день, два дня поездить и можно найти неплохое жилье, более-менее. Соответственно, чем, как бы, дольше ищешь, тем больше шанс, что найдешь хорошее. А какие же ты играл МТТ до 500? Ну, 500 это оффлайн. А в онлайне я играл до 100 баксов МТТ-хен. А би, наверное, у меня был, ну, там, 35 баксов, может, около того. Ну, вот и привет. 10-6 выигрывает тройной ЛН. Я работаю волшебникам, волшебникам, волшебникам. Запись-то у нас идет, нет? Опа, идет. И уже 20 минут, как незаметно летит время, а я всего лишь второй турнир играю. Просто я работаю волшебником, 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 волшебником. Так, лимб у него с СБ. Ладно, чекнем. Даешь стрим по МТТ? Да, изи, кстати. Ну, не сегодня, конечно, но спасибо за идею. Вообще можно будет устроить. Ну, просто тут в стриме много столов так неудобно катать, если честно. Так что, если бы какой-нибудь стрим, то запустить один санды миллион. И сидеть просто болтать, опять же таки, о своих любимых темах. Сталине, Гитлере, истории России. Все, что я так люблю обсудить. Так можно сделать. А МТТ я уже очень давно не катал. Это, блин, мне уже приелось, потому что это чертова рабочая смена, которую нужно отпахать. Восемь-десять часов ты садишься, и ты, блин, только разве что в туалет успеешь сбегать там за пять минут. И все, ты прикован как инвалид к креслу, и нужно прям досидеть, докатать. А под конец еще самые ответственные стадии. Выматывает очень здорово каждую сессию. Да возраст уже, может, не тот. Мне уже 32 года. Пандедна. Как самочувствие, как леди-бой ей. Прувет. Самочувствие, ну, такое нормальное, среднее. Что-то в последнее время мало высыпаюсь, правда. Леди-бой как? Леди-бой все так же. Приезжай в Таиланду, спрашивай сам у них, как они там, леди-бой. Тут, кстати, вот в Пае, где я живу на себе в Литая, вообще нет леди-бой. То есть, может, и есть леди-бой, но что-то я их практически не встречаю. Не припомню, чтобы я тут встречал леди-боев даже. Как ни странно. Их тут вообще нету. На севере. Вот здесь вот именно. Да и на севере Таиланду они есть. Там в Чингмай, например, да. И шлюх тут тоже нет. Тут нет ни одного бара со шлюхами в этом городке, между прочим. Шаланды полные. Вот здесь вот. 5, 7, 8. Так, а он, значит, за лимб колил, поэтому мы можем в него долбить 3 барреля. А, теперь нет. Теперь можно даже чекать. Ну, туза нету, добирать там с чего-то. Ну, так по-хитроумному, конечно, можно подобрать. Нет, даже нужно, я считаю. Вот чуть-чуть совсем. С валету, например. Ох, ну трешачок у меня, конечно, тут. Все, как я люблю, между прочим. Аллу... Ооо! Фух! Я знаю, кого я поставлю следующим. Аллу Пугачеву. Ооо! 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 Не думал ли я когда-то зарабатывать Попробовать на ставках Нет, я что-то Я любил в детстве болеть За футбол, болел за наши клубы В бюрокубках, там за Спартак Болел в чемпионате, ну это совсем Когда мне было лет 9 Вообще футбол меня сильно разочаровывает Потому что я всегда болел за сборную России А это, блин, очень тяжелое Занятие болеть за сборную России И в один прекрасный момент Как бы мне это надоело Я понял, что это Слишком нервно затратное дело И как-то потихоньку остыл К футболу и в целом к спорту Хотя в детстве занимался сам спортом Велоспортом шоссейным Тоже там участвовал в соревнованиях Все дела И увлекался А теперь уже много-много лет не увлекаюсь Поэтому ставками на спорт не особо интересуюсь В принципе Потому что сам спорт не так интересен Мне интересно самому ходить в качалку Там заниматься Следить за тем, как меняется твое тело Как ты там Растут результаты Да, вот это интересно Ну это такой индивидуальный спорт За которым, кстати, видим будущее Потому что вот этот большой спорт Мне кажется, это все такая развлекуха Его скоро заменят, скорее всего, киберспорт И будут только самые лопухи бегать там Своими ногами Суперспортсмены будут бегать Виртуальными персонажами С винтовками Там убивать друг друга Мочить Как это сейчас все Начинает набирать обороты Так-с Но нет Это все равно комбет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Калькулятор ходячий Как некоторые Меня привлекает Какая-то тонкая творческая работа Например, передать эмоции Через видеоряд Вот это мне Эта задача мне крайне интересна А просчитать там Вот эти сидеть Калькуляторы Вот в этом покер Покер мне этим, конечно, не нравится А сейчас без этого никуда Сейчас как раз Раньше была эра романтиков Когда я только там 9 лет назад Начинал играть Ты мог быть романтиком Не знать ICM Не знать Ничего не считать Не в калькуляторах Сидеть Ты все равно будешь выигрывать Не так много, конечно Но все равно выигрывал Как, собственно, я Ну и неплохо заносил, между прочим То же самое со ставками Сидеть, калькулировать Мне сейчас не так интересно Даже с самого начала И в школе так не интересно было А в институте у меня вообще По Матану был Трояк с минусом Я помню Зато по истории России У меня был автомат Всегда 5 с плюсом И вообще даже За несколько семестров Вперед чуть ли не автомат У меня был по истории Вот это вот интересно было Анализировать поступки людей Их какие-то Движения мысленные Почему Таиланд? Ну Не было каких-то веских причин Именно за Таиланд Ну, во-первых Когда только я еще Там сколько-то Год-два катал в покер Появилась возможность Куда-то свалить И Тогда Мало было Таких изведанных Покеристами направлений И я помню Еще на ЦГМ Был дневник Паша Вокабуляра Такого пользователя Таиланд Самуи НЛ25 Который Собственно Многих Вот таких первых Колонизаторов Покерных Таиланда И привлекал На Самуи И вот мы поехали Там с друзьями Тоже с покеристами Собрались Списались И повалили на Самуи И в общем-то Не пожалели А потом Как бы я увидел Что Таиланд Это классная страна С очень богатой Очень аутентичной Культурой Интересной С прекрасной природой С огромным Биоразнообразием Но это тропический поезд Это самая Самая богатая природа Которая только может быть На нашей планете Ну и тепло Самое главное Я потому что с детства Ненавидел холод Я до сих пор помню Как в школу В минус 30 Прешься Мучаешься Настоящий ад был В школу-то ходить В нашу Булат В советскую А в минус 30 Это я вообще не знаю Ну как так можно Издеваться над детьми А приехал я История была такая Как вообще в Таиланд попал Знаю что многие русские Подрабатывают Экскурсоводами в Тае Какого мнения Об этом Да Хорошего мнения Пускай подрабатывают Молодцы Показывают людям Достопримечательности Красоты Главное чтобы не обманывали людей Потому что Вот есть такое мнение Что за границей Гусские Не обманывают Друг друга А на самом деле Вот если с кем связываться То я бы предпочитал Не с русскими связываться В таких коммерческих вопросах Типа Снятие там дома Через риэлторы И так далее Потому что русские Загибают для русских Всегда самую большую цену Вот есть такое мнение Но не только у меня Устоявшееся Это неприятно Ну как бы я Нашу нацию Не принижаю Люди все разные А приехал я в Тай Собственно Как я жил в Москве Мы снимали с друганом Двухкомнатную квартиру В Москве И тут Ему надо было съезжать По своим там причинам Получалось так Что я в принципе Ну двуху я не хотел снимать Один Да и уже так Скучновато было бы одному И я типа Буквально вот он Ко мне подходит Говорит Славик Типа я вот через Две недели Там или через неделю Съезжаю Там вот так Сяк Ну типа ок И буквально за минуту Пришла в голову Идея Что типа А мне куда Блин а не поехать ли В Таиланд Как раз тогда Дневник Таиланд Про Таиланд Про Самуи Набирал обороты Вокабуляра И так вот Возникла тупо Идея спонтанно Абсолютно И через две недели Я уже в Таиланде был По-моему Я правда еще до этого Съездил в Египет На серию РПС Почти на финалку Вышел Вылетел на Бабли Меня Переехали Блин Черт До сих пор помню А так Если бы не переехали Я бы выходил на финалку С хорошим стеком Это была моя вообще Первая в жизни Офлайновская Покерная серия Но я все равно В плюс сыграл Расскажи про свою подругу Сникой Манна Смит А Может она сама Расскажет лучше Как-то будет Более Более точная Информация будет А всякие насекомые Там подобная Мразь не мешает Это ж божьи твари Это наши соседи Ну вообще Конечно Если я Если я вижу Какое-нибудь мерзкое Насекомое То Иногда могу Устроить ему Ахтунг Фаер Капут При помощи Этого Спрея И зажигалки Ну каких-нибудь Червяков Но Всякие Эти Ящерки маленькие И даже тараканов В принципе Я Не против Таракашки Здесь классно Их же Они такие большие Тайские тараканы Бегают иногда Вырастаете Весне И Дальше Гребных И Они как бы Не мешают особо Да Муравьи Могут мешать Но тоже Если там еду Не оставлять Где-то Не бросать Крошки То они Не придут Собственно Нафиг им нужно Тут Тусоваться А так Тут да Получается Что это же Все Сплошные Джунгли Таиланд Это джунгли В которых 40 тысяч лет назад Появились люди И они тут Постепенно Чуть поднастроили Всяких Деревенек Своих Городов Но это все равно Осталось с джунглями Просто с островками Городов И животные Об этом тоже не знают Что тут Видите ли Какая-то цивилизация Людей Они так же Как и в джунглях Как и раньше Живут И имея полное право Блин Тусоваться тут везде Заползать в дома И так далее Поэтому К братьям Меньшим Отношусь Норм Кроме Червяков Всяких Противных Червяков Я не люблю Потому что И змеи Тоже я не очень люблю Но змеи Мне кстати К счастью Редко попадали В Таиланде Иногда Вот видишь Дорога Перелазит Не более того Ну и классики Я думаю Перейдем Постепенно Правильно Чтобы продлить визу В уезжающей страны Да У меня сейчас Несколько раз подряд Уже туристическая виза Она дается на 3 месяца Нужно выехать в соседнюю страну Например В Лаос Или в Малайзию Где есть посольство Таиланда Подай документы Тебе дают визу Как на 3 месяца Это значит Что ты можешь 2 месяца находиться В Таиланде После этого Ты должен прибыть В ближайшую иммиграционную службу В Таиланде тоже Вот у нас например Она находится В 100 километрах Оттуда И в одну и в другую сторону Есть 2 города Мэйхансон И Чингмай В любой из этих городов Едешь Даешь им 2000 бат Это где-то 70 баксов Они тебе продлевают Еще на 30 дней Получается Вот трехмесячная Туристическая виза В общем Вот так я Последнее время Мутил До этого я помню Мутил Учебные визы Они даются на год Они стоили где-то Ну примерно Первый раз я делал Вообще за 500 баксов На год Там тоже нужно Выехать из Таиланда И сделать В соседней стране Визу Чтоб тебе оформили Все обучающее Заезжаешь в Таиланд Все на год Пожалуйста Живи Учись И живи Сейчас они где-то стоят 1000 баксов Может даже дороже Подами хай Он что карты мои видит Россия А у меня задержка стоит Или нет Интересно Задержка то есть Че там подами хай Меня колет Ну-ка Ну-ка Посмотрим Трансляция Че это такое вообще Задам ахай Трансляция Задержка 40 секунд Все нормально Да Паранойя отключаем А раньше еще бывало Я делал визыраны Там ну по всякому Визыраны Это когда ты выезжаешь из страны И сразу въезжаешь То есть уходишь за границу Сразу заходишь Это все делается Потому что русским Ну и многим другим Национальностям Дается Въезд в страну По штампу А не по визе На 30 дней Бесплатный Поэтому как бы Достаточно было Въехать и выехать Но они сейчас усложнили Правила Точнее ужесточили И простые визыраны Не пускают Если ты выехал И сразу въезжаешь Тебя могут не пустить Кстати вот так вот Было где-то Три месяца назад Когда мы ездили В Лаос Тоже хотели сделать Такой визыранчик И нас не пустили Обратно И пришлось ночевать В Лаосе Тусить И только на следующий день И то только По договоренности Ну никаких взяток Ничего не платили То есть он просто Сказал что ладно Но на следующий день Приходите Начальник Вот этого Погранпоста Тайского Вот А сначала вообще Не хотел пускать Спорт или бухло Я бухло не люблю Поэтому спорт Сейчас визыраны Уже такие да Не поделаешь А бывало Раньше я делал Я это называл Однодневная тюрьма Потому что каждый месяц Каждые 30 дней Надо садиться С утром В 4 Там в пол пятого Утра В автобус Ехать до границы Там много-много часов И потом значит Переходишь границу Заходишь обратно И опять много часов Обратно Приезжаешь только вечером К себе домой Получается целый день Ты проводишь В автобусе Сидишь И самое фиговое В том что ты Уже например съездил Один месяц На следующий месяц Ты съездил Третий Четвертый Пятый Едешь по одной И той же дороге Где ты помнишь Каждый чертов камень И это уже Так неинтересно Становится Так просто Скучно И вот где-то Месяц на третьем Четвертый Я начал называть Это однодневной Тюрьмой Раз в семь Я подряд В так месяц Съездил конечно И мне хватило За глаза Этих визаранов В Таиланде Ну а сейчас Они тем более Что они Не допускаются Вот кстати У меня Через 13 дней Снова виза Истекает Че-то надо Делать Ну все Не везет Как обычно Опять Банкрова Это же там Только флэши Да может быть Может быть Подпихай норму Может быть Я не спорю Часто отвлекаюсь И делаю Какие-то Не очень Обдуманные Решения Принимаю Поэтому Играю Один стол Во время Стрима Намного Игра Ухудшается Очень Здорово Ухудшается Игра Так С баттона 0.1 Можно Сказать Заранее Мой рабочий элемент Это все-таки Пятнашки Или хотя бы Семерки Тройки Я играю Только потому что Сейчас у меня нет Бэкера И банкрот И банкрот Соответственно Тоже нету Я просто для стрима Запустил Один стол Чтобы не терять Форму Я вообще Подумаю Снова Вступить в школу Покерную Может быть Откатать полгодика Там Как следует Посмотрим Может быть На днях Я запишусь В какую-нибудь Школочку Точнее У меня даже Есть вполне Одна конкретная Школа Куда я Собираюсь Записаться Надо просто С ребятами Поговорить Так Чтобы Условия были Такие Чтобы мне Можно было Иногда Стримить По вечерам Один столик Играть Не так Строго Все это Было Аграджус Чем ты Зарабатываешь На жизни Покером К сожалению Покером К огромному Сожалению Покером Потому что Я хотел бы Зарабатывать Более Творческими Вещами Признаюсь Честно И буду К этому Стремиться Но как Всякие Художники Порой Оказываешься Босиком Голодный С голой Жопой И так далее Я этого Не боюсь Сразу говорю И вообще Вот Просто Вопрос Денег Для меня Это Я не Бизнесмен Вообще Ни разу Вопрос Денег Для меня Тринадцатый Самое главное Чтобы было Интересно Ярко Чтобы Людям Нравилось Я Не ходячий Биокалькулятор Который Просчитывает ЕВ Во всем И так далее Я просто Блин Я просто Стараюсь Чувствовать Эту жизнь И все Ну Я Никого Не учу Не призываю Калькуляторы Биокалькуляторы Зарабатывайте Свои миллионы Там Наслаждайтесь И даже Как это делают Многие Мои Некоторые Друзья Типа Говорят Мне Жри Свои Консервы Ставят Типа На передний План Что они Богатые Миллионеры А я Тут Такой Бедный Нищий И Типа В этом Весь Как бы Весь Вопрос Жизни В этом Они Выиграли В эту Игру Жизни Я Не в Эту Игру Играю Я играю В игру Чтобы было Интересно Когда у меня Были бабки До хрена лет Эти все Дни Когда У меня на все Хватало И все было Зашибись Они все Всплющились В один День Сурка Для меня И нахрен Такая жизнь Она такая Вся жизнь Вплющится Зато я Прекрасно Помню Все моменты Когда мне Нечего было Жрать Я там Где-то Перебивался Какие-то Проблемы Вот это Запоминается Классно Вот это Жизнь Настоящая Ты живешь Ты чувствуешь Голод В животе Чувствуешь Там какую-то Боль Ты чувствуешь Живой Вот счастье Настоящее Бэтбит Привет Поэтому Я Просто Прикалываюсь Людей Которые Как бы Свои Основные Приоритеты В жизни Переносят На других И сравнивают Тебя с собой Еще говорят Что типа Ты нищий Там блять Жри Свои Консервы Сиди Там Намекают Что он Такой Успешный Весь Миллионер Есть такие Друзья У меня Ладно Не буду Говорить Кто именно Не важно Даже Кто именно Просто есть Такой тип Людей Самое прикольное Что когда Вот у меня Были бабки А эти Товарищи Сидели Без бабок Там Каждые Каждые Полмесяца Самой Хотели Свалить Скорее Там Все Домой В Россию Потому что Денег нету С Сайтайкой Там Поругался Еще Что-нибудь Я Ни слова Не говорил Что они Нищие Там Не сравнивал Ничего Но сейчас Я столько Наслушался Что я Такой Весь Бедный Там У меня Денег нет И так далее Ну Про деньги Даже Вообще Насрать Зарабатывать Ну Сегодня Настроил Я на Ютубе Монетизацию Может Долларов Сто Заработаю За месяц Посмотрим На еду А Еще Я сегодня Настроил Донат На твиче Кстати Меня в Прошлом Стриме Спрашивали Сегодня Есть Донат Между прочим Намекаю Так Вообще Деньги Мне в основном Нужны Ну Базово Это Проживание Снять Там Дом Питаться И так далее А В основном Для путешествий Хочется Организовывать Ну как Организовывать Хочется Отправляться В какие-то Интересные Путешествия В приключения Это тоже Иногда Стоит Ну это Небольших Денег Обычно Стоит В принципе Часто Организовывать Людей Событий Путешествия Кривота Своего Опа На Да Вот Хочется Совершать Открытие Находить Клады И так далее Вот ради Чего Собственно Живем Сколько Сейчас Стоит Вэри Лонг Тайм С тайкой Стоимость Этого Твоя Душа Скажем Так Потому Что Тайки Коварные Они Вынут Ее Из Тебя И Никогда Не Вернут Ну Или же Как Договоритесь Двинемся По моим Старым Песням Эта Песня Была Хитом В тот год Когда У Стивена Хокинга Родился Первый Ребенок Я ее Как раз Нашел Когда Смотрел Документальный Фильм Про Стивена Хокинга Это чувак На инвалидной Коляске Который Ну все знают Ученый Наш Космолог Который Про черные Дыры Там Книжку Написал Вот Я смотрел Документальный Фильм И там Был Отрывок Что у него Родился Ребенок И в этот Год Хитом Была Вот эта Песня Которая Завучит Сейчас На травку Много Уходит На травку Всегда Денег Не жалко Я даже Не считал Ну может Быть Баксов 100 200 А сейчас Ноль Потому что Я сейчас Травку Не покупаю У меня Сейчас Денег Нет На нее А так Вообще Вот Ну Смотря Сколько Употреблять Опять же Таки Если Как я То Много Ну В свое Время Потому что Я В свое Время Очень Много Употреблял Прям С утра До Вечера И Вообще Легко Говорить Что Деньги Не Главное Когда Их Нет Фух Говорить Вообще Легко Делать Сложнее Так Скажем А я Философски Подхожу Их Сейчас Нет А завтра Появится И Неизвестно Откуда Вот как С покером У меня Случилось Например Просто Начал Играть Увлекся И понравилось И так же Как бы Увлечения Могут Другие Перерасти В какие-то Заработки Классные Я за то Чтобы Все-таки Делать то Что нравится Людям Зарабатывать Деньги За счет Фишей Лудоманов Ну Я много лет Этим Занимался Теперь Я хочу От этого Отойти Может быть Я говорю Так Только Потому Что У меня Второй Месяц Дичайший Даун Просто Дичайший Покер Интересная Игра Я очень Счастлив Что В свое Время Познакомился С ней И поиграл Профессионально Много Лет Но Сколько Уже Можно 32 Года Всю Жизнь Играть Постоянные Разговоры У меня Прекращение В покер И уже Сколько лет Я уже Заканчиваю Играть И покер Загибается Столько лет Еще Хрен знает Сколько Протянем Сколько Я буду Еще Играть В него Так Банкрол 45 Живем Не 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 Нет Транс Мы не будем Слушать Хватит С нас Трансов Мы и так В Таиланде Рэнк 1 НЛ Хочу На всю зиму В Тае улететь Посоветую Что куда Пукет Или Паттайя Я в Паттайе Не был Но по моим вкусам Пукет Определенно Потому что Все что как бы Есть в Паттайе Шлюхи Телки Rock'n'Roll Есть и на Пукете Но на Пукете При этом Должно быть Не так Грязно Все зависит Конечно от района Конкретного Не так все Как бы ушло Может быть Потому что Все таки В Паттайе Там полно Ушлых Ребят Которые Хотят С франков Побольше денег И так далее Но я бы Если бы Выбирал бы Вот сейчас Я был бы в России Выбирал куда ехать Пукет и Паттайе Это точно Пукет Прям без Без раздумий Про Паттайю На такие разговоры Ходят Что там Ну как бы Слишком уж там Развратно Ну если конечно Хочется в полный трэш Уйти В разврат Там В дикость В пьянку Там На зиму Нет На зиму Все таки Пукет Да А если вот просто Угореть То может и в Паттайю Кому как По вкусу Байк приходится Арендовать Нет Я уже давно Купил там Байк На котором Как раз Я путешествовал Скупи Скутер такой Маленький Аккуратненький Я на нем Проехал Таиланд Вдоль и поперек Несколько раз Проехал Камбоджу Туда обратно Всю пересек Весь Лаос Если кто не в курсе Еще до сих пор На ютуб канале Я все фильмы Снимал об этом На ютуб канале Есть там У меня целые сериалы Тридцатисерийные По полтора часа Каждая серия Как я ездил Как я там путешествовал На байке Просто Я сади Обычно просто Садишься на скутер Вот прямо С этого места Берешь Встаешь Собираешь там Рюкзак Садишься на скутер И выезжаешь Это самое главное Что нужно сделать В таком путешествии Просто выехать Один день Второй У тебя уже съезжает крыша Она настраивается На такой Путешественческий Лад Бродяжный И все И ты уже там Во вселенной Все вот эти Ботовухи Деньги Телки Все уходит на задний план Вокруг тебя Природа Меняются Меняются пейзажи Меняются люди Какие-то места Ты попадаешь В приключения Вот Собственно Рэнк 1 НЛ Я из Украины Отлично С Украины В Таиланд Полно ребят С Украины Полно С Белоруссией С Россией Я вообще Ну Мы даже Я думаю Что не разделяем Я всех называю Русскими Просто для простоты Ну как бы Иногда там В контексте Конечно Для меня Украина Россия Белоруссия Честно Одной тоже Абсолютно Так Саудит Интересно Добирать Немного Можно Подобрать На рейс Падаем Так Фолд на Комбет Ноль Смысла Вижу Мало Для Изолейта О Фула Ну Кол С Тайкой Уже успел Повстречаться Повстречаться С не одной Смотря Какие встречи Имеется ввиду У меня даже Жила Тайка Одно время В плане Как Став Очень удобно Ну Вообще Конкретно Нужно смотреть По человеку Но та Тайка Которая у меня Обитала Она просто Убиралась Не мешалась Там Делала все Что ты скажешь И все Как бы Абсолютно Такой Идеальный Став В этом плане Я просто сидел Например Катал там Свои МТТ Открывал Сникерс И так знаете Рукой Вот так Раз Обертку И отпускал На пол Она так Подбегала И хватало Ее Чтобы она Пока на пол Не ушел Ну не до такой степени Конечно Но практически Я так до сих пор И не воспитался Нормально Все Мусорку выкидывать Все выкидываю На стол На Блин Везде Вокруг Так привычкой Осталось Чек Но Шоудаун Какой-то был Там видимо Тускай Что ли Король Хай Да Добирать Можно было Подумать Об этом Как минимум Лимпы Лимпы Но он Лимпит Много Так Полминутный 20 секунд Перерыв Я не буду Выключаться Сейчас Подойду Про прислугу Что ли Говоришь Нет Про тайку Ну почему Сразу Прислуга Я не Ну как бы Эти все роли Они условные Прислуга Там Жена И так далее Отношения Они как Складываются Они как Складываются Складываются Все эти Условности Типа Вот это Жена Это Прислуга Там Это Тот Это Друг Это Это Все Очень Сложные Материи Тонкие Для меня И Для меня Главное Чтобы Ты получал Позитив Рядом с Человеком И Поменьше Негатива И Человек Тоже Получал Своё Свой Позитив И Как бы Если Это Совпадает То Супер Классно То Вы Можете Существовать Независимо От Пола Национальности И так Далее Так Значит Я Оставляю За себя Обаму Буквально Секунд На Тридцать Скоро Вернусь Что-то Сегодня Ни одного Вопроса Не про Гитлера Не про Сталина Нету А то Так Я Помню Мы Как-то Развернули Дискуссии В одном Из Предыдущих Стримов Дискуссии На форуме На форуме На джипси Здесь можно Собственно Узнать Сто пудов Там Живут Живут Есть юзеры Которые На Пукете Обитают Есть Как Довольно Довольно Глубоко Дискуссии 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 И так Далее Поэтому История Это Самая Самая Опыта Как Сказать Опытодающая Штука Так Ну я понял Сказал На 30 сек И ушел На 42 Короче У меня Походу Да 2-4 сек Не Не состыкуется Ну блин Сейчас Конечно Стрим Вот этот Отключать Смотреть Видео В Тае Больше Популярные Трюфели Или ЛСД По трюфелями Видимо имеется ввиду Псилоцибиновые грибы Да и то и то Популярно Довольно В определенных Кругах Вот что насчет Грибов Кстати Они у меня Вот здесь Растут через дорогу Я даже ходил Собирал тут На поляне Они На буйволенных Лепешках Пожалуйста Но они меня Не вставляют Уже вообще давно Я вообще считаю Что грибы Они вставляют Один раз И на всю жизнь И дальше у тебя Меняется И Дальше уже Можно есть их Сколько хочешь Мало что Нового узнаешь Один Два Три Раз Достаточно Грибов На жизнь Больше Как бы Смысла Мало Меня они Не вставляют Уже Я их И есть Не хочу Больше И не забирают И так далее И то же самое С ЛСД ЛСД тоже Как бы Не особо В этом плане Так Я вот Что-то Заболтался Так что Потерял Суть Игры Люди Были Другие Времена И нравы Были Другие Вот Именно Это Интересно Интересно Видеть Есть Люди То Другие Но Природа Внутренняя Человека Остается Стержень Прежним И интересно Сравнивать Где это Внутреннее То что В человеке Природное 40 тысяч Лет В нас А что Как бы Относительно Эпохи Потому что Ты прав Эпоха Она Как бы Накладывает Какие-то Внешние Внешние На людей Мотивы И так далее Но Нутро Человека Добро Зло Духовность Бездуховность Все это В природе В нашей И тысячи лет Назад Было И вот Здесь Мы можем Увидеть Разницу Что Что Главное Что Вечное А что Налетное И зависит Всего лишь От эпохи Бай Вадимка Стал Фолловером Спасибо Гран 9005 Тоже Стал Фолловером Спасибо Огромное Чек Колл Что ли Надо сыграть Да Мало Что Общего Современным Миром Речь идет Об истории Так Современный Мир Откуда он Появился Вообще Это то же самое Что Доктор Будет изучать Человека Он пришел К нему 40 лет И ему Насрать Будет Чем он В детстве Болел Как он Вообще Рос В каких Условиях Как он Питался Если Ему На это Насрать Какой Он Доктор Вот Пришел Больной Человек Конечно Чтобы Знать Здоровье Историю Человека Нужно Понимать Как он Питался Где он Вырос Психология То же самое Как Вот Если Психолог То есть Как Детство Человек Провел Как Вообще В каких Условиях Он Формировался До этого Возраста Это Важно Также И с Человечеством Частью которого Мы являемся Это Так же Дико Важно Как Формировались Наши Вообще Как Появилось Так Что Вот Наш Мир Сейчас Такой Он Не Просто Вот Сразу Чпок И он Такой Это Же Блин Тысячами Лет Вот Менялись Эпохи И Вот Все Пришло К этому Вот Это Мне Интересно В частности Это Все Банально И Примитивно Вообще Можно Все Назвать Банальным И Примитивным Тут Вопрос В том Чтобы Изучить Поглубже И Увидеть Что Здесь Не Банально Что Здесь Интересного Но Я Историю Считаю Трагическим Театром Таким Который На самом Деле Происходил Это Не Просто Актеры Играли Они Гибли Мучились Мучили Были Жертвами Палачами И так Далее Все Это В реальности Произошло И Вся Эта Природа Человеческая Осталась В современных Людях Собственно Но С наложением Эпохи Определенной Вот нашей Поэтому Я тут Вообще Категорически За то Что Историю Надо Изучать И знать И это Долг Каждого Человека Потому что Познай Самого Себя Нужно Познать Себя В том Числе В контексте Человечества И развития Нашей Цивилизации Иначе Иных Выходов Я не вижу Иначе Нам хана Вот например Если не знать Что в человеке Есть природа Убивать себе Подобных Воевать И так далее Как же понять Что мы скоро Долбанем Всю нахрен Планету А мы ее Скоро Долбанем Потому что У нас В начале Ничего не было Мы могли Только задушить Попытаться Человека Но это Сделать Трудно Поэтому Природа Сделала В нас Большую Внутривидовую Агрессию Потому что Она позволяет Там более Четко Установить Иерархию В социальных Группах И так далее Но Человек Обманул Природу Создав Орудие Труда И орудие Убийства Но не то Чтобы обманул Это тоже Часть природы Все заводы Все загрязнения Тоже часть Природы Это природа Это объективное Развитие Нашей планеты На самом деле И никакого Отступления От нормы Здесь нету Все это Должно было Появиться Рано или поздно Должно было Не должно было Появилось В общем так Развиваемся И поэтому У нас Скоро появится Средство Чтобы всю планету Нагнуть И найдутся Дураки Которые это сделают Обязательно найдутся Потому что Дураков гораздо Больше чем умных людей Единственный выход Поумнеть А для этого Нужно изучать Читать книги Изучать свою историю Вот поэтому У меня так мало Денег Наверное Слишком много Книжек читаю И лекции смотрю Ты че такой умный Стример Следующий вопрос В чате должен быть А сигаретка есть Стример Слышь? А мобилк Есть у тебя Стример Бэтбит Ну когда будут Множители Ну что этот Стандартно Как вчера Шестерки одни Маленький принц Опять же таки Вот произведение Маленький принц Антон Десент Экзюпери Казалось бы Была другая эпоха Но он описал Четкие типажи Когда Маленький принц Путешествовал По планетам Там был Этот самый Чеславец Был и король И все эти законы Он описал Вечные Вот классика Да Почему сейчас Классика до сих пор Актуальна Потому что люди В глубине не меняются Природа то остается Короче я тут Только могу Рекомендовать Достоевского читать И всякого Толстого И прочих Как это звучит Небанально Но это опять же При желании Это всего лишь Рекомендации Не хочется Играть Не читать Достоевского А хочется Делать ставки На спорт Пожалуйста Только пожалуйста Не мочите Других людей Единственное О чем прошу Не мочите Других людей Историю творили Влиятельные люди Выдающиеся Полички Короче Уникальные В своем роде Это так кажется Это потому что Мы их видим Они яркие Мы видим их Они запоминающиеся А историю творили все люди В той или иной степени Вот у Толстого Кстати В войне и мире В самом конце Там есть очень ценные Как раз На этот счет Очень ценные размышления О том Почему Наполеон Двинулся На Россию Почему он повел армии И Наполеон Лих повел Или армии Сами пошли И он там размышляет Что если бы Наполеон Не повел бы Они бы этого Наполеона Мочканули бы И сами бы на Россию пошли Потому что Дескать Был некий Объективный ход истории Который подсказывал Что вот должны Эти народы Европы Двинуться на Россию Завоевывать ее И так далее То есть Есть некий Объективный ход истории Который Включает в себя Вот эти все Как сказать Все Импульсы Каждого человека И есть Выделяющиеся Выдающиеся люди Которые тоже Так же творят историю Но они более заметны И их импульсы Влияют на других людей Тоже как-то Но Они не определяют историю То есть Не люди Это не Не король Таиланда Построил дороги В Таиланде И все вот Все что тут Красивые храмы Он просто Король Он выполняет свою роль И не Путин Там Поднимает Россию С колен Если ее кто-то И будет поднимать С колен То мы сами И в единственном месте В котором можно поднять Это в голове И я Каждый раз Каждый стрим Цитирую Булгакова Что разруха Не в клозетах Персонали Они яркие Их интересно изучать Их интересно обсуждать Я согласен И нужно их обсуждать Они как бы под увеличительным стеклом видны Мы можем Гитлера посмотреть Как он вообще жил Что повлияло на его взгляды Что как он действовал Но А почему мы не должны изучать Простого охранника Из-за свенцема Который просто вот Детей загонял в газовую камеру Вот его природу нельзя изучить Почему вот легко было Заставить этого человека Сделать так Чтобы он детей погнал И убивал толпами Еврейских детей в газовой камере Это тоже для меня крайне интересно Не меньше чем Наполеон и Гитлер Природа человека Вот что интересно в истории Вот бит Давай лучше о ставках Задолбал ты со своей Сейчас О ставках-то я мало могу что сказать Я же им не увлекаюсь К сожалению Вот бит Давай ты напиши что-нибудь о ставках Интересного Например Там вообще как Реально выиграть Кто-то Сигарет у меня тут стрелял О Стреляли Да-да Кей-кей Я Ничего что я твой ник сокращаю Кей-кей The best АА И биографию этих людей Стоит изучать Конечно стоит Я согласен How I meet your mamka Привет А зачем тебе хат на третьем лимите Ты что регулярных Регулярных опов встречаешь Да нет Я Мой рабочий лимит Пятнадцатый Я просто сейчас играю Третий Потому что я без бэкера Просто для стрима И потому что у меня Ой Потому что у меня банкрол Вот такой вот сейчас Тридцать шесть баксов Прошу не падать в обморок Но я сейчас на днях Думаю может быть Все-таки Начать катать От какой-то школы От конкретной школы Ребята знакомые Я с ними уже работал И там у них и бэкинг есть И буду я катать пятнашки Пятнашки я бью Где-то сорок Восемь чип ЕВ Вот так вот Ну то есть Есть куда расти Безусловно Но Пока что бью А троечки Как бы Один столик Покатать Какая разница Ну я думаю В будущем буду стримить Может быть и пятнашечку буду Но на стриме Я хочу катать Один стол Все-таки Потому что Во-первых Сложнее намного катать Во-вторых Ну можно Есть повод поговорить О каких-то глубоких мыслях В раздачах Что-ли когда ты Один стол катаешь Все не промелькивает Так быстро Япончик Роуз AD12SM Спасибо за подписку Природу человека По книгам не узнаешь Как ты не узнаешь Но природу человека Нужно по всему изучать И по жизни И по книгам И всего А я очень Ну я просто очень люблю Книги читать И вообще мне нравится Узнавать Что-то новое По книгам Достоевского Природу человека Очень можно даже узнать На самом деле Достоевский Гениальный психолог И он просто Русский фрейд И он описал Все психологические типажи Он просто Расчленил Все что есть в нас На На эти типажи И показал их Отдельными персонажами Например В Идиоте Есть Рогожин Это страсть Это чистое животное Вот это рвение И так далее А есть Эдакий Есть Князь Мышкин Идиот Это Я его сравниваю С Ницшианским Сверхчеловеком Это уже Высшие проявления Человеческой психики Это какая-то Любовь Самоотверженность Какая-то Доброта Непонятная Еще в нашем обществе Она еще не доперла До этой херни всей И он это все разделил на чипажи И столкнул их Друг с другом Есть Настасья Филипповна Там соответственно Природа женщины И так далее Он это все сталкивал Как химик Гениальный Алхимик Там все Сливал в колбы Все эти персонажи В каждом из нас присутствуют Я в этом глубоко уверен И вот По книгам Достоевского Например Психологию изучать Очень Даже Очень Вполне А что ты до спинов катал И почему на спины перешел Ой У меня столько сообщений Толь Да Я сейчас по порядку Все почитаю Только будучи Непосредственным Ее наблюдателем Ты будешь узнавать О ней что-то новое Наблюдателем быть всегда надо Да Но мы Всегда являемся Скажи еще Примерную стоимость Аренда дома С бассейна на Пукете За один месяц Если речь идет о вилле Ну короче Где-то 15-20 Ну вилла где-то 40-50 тысяч бат В месяц Соответственно Баты 34 34 бат 1 доллар стоит Считайте 50-40 30-20 15 Домик такой Не вилловский Но с бассейном Где там будет рядом Много домиков стоять Да От гиперскула Справа Нет Не от этого Не от этой школы Я не хотел произносить название Не баньте меня Пожалуйста Нет Не от этой школы Там ребята Другие Они тоже есть на форуме В общем Если интересно Что за школы Я могу порекомендовать Пишите в личку Я напишу Контакты С удовольствием Порекомендую Ребят Они классные И очень Мне с ними понравилось Работать В плане обучения Вот спинам Именно И в плане Бэкинга То есть они такие Как бы Ну с пониманием Потому что Вот эта школа Которую сейчас в чате написали Там говорят Что все жестко Дофига На топиков С этими С арбитражами И штрафы И вся фигня А тут ребята Как бы Они такие Нормальные До спинов Катал Хазап кэш А до этого Еще катал МТТхи Лимит До 100 баксов Объем У меня где-то был 35-40 баксов Как диспу переживаешь Да иногда Повесить хочется Но как-то Все еще не повесился Что скажешь О романе Белые ночи Достоевского У Достоевского Есть роман Белые ночи Вот к своему позору Не то что даже не читал А не слышал Об этом Белые ночи Достоевского Надо будет погуглить Не слышал У Достоевского Я читал Несколько романов Это Братья Карамазовы Записки Из Мертвого дома Может что-то Сейчас забуду Наверное Еще даже То что Вот в памяти Больше всего У меня осталось Вот подросток У меня книжка лежит Но Трудно читать Трудно читать Подросток Я не дочитал Довольно Агревый чувак Постфлоп Странный чек От такого оппонента Но у него два раза Он два раза чекал В лимпоте Поэтому Блин Ок Там шоудаун Который трудно будет выбить Ладно Сдаемся С лайк по Можно мне ссылку на школу Ну вот я ссылку здесь Не могу привести Потому что Это Меня забанят сразу Нахер Скорее всего К сожалению Пишите мне в личку На жпсетине Инспектор по Я подскажу У нас тут Банят за всю херню Просто На один килобак В тайе норм Жить можно Ну Если сильно постараться То жить можно Опять же Но в тайе Много всяких Соблазнов И конечно Лучше побольше Денег иметь Хотя бы Минимум Две штуки Баксов В месяц Ну смотря где Опять же Потому что Вот например На севере Таиланда Гораздо дешевле Стоит все Например Если массаж 250-300 бат Стоит на йоге То здесь он стоит 150 всего лишь Тайский массаж Обычный Очень классная вещь Кстати В Таиланде Только из-за нового Массажа можно жить Между прочим А как по-твоему Где любители Больше В МТТ Или спинах Но для меня Спины кстати Это разновидность МТТ Где ты можешь Встать иногда И пойти поесть Там в туалет Сходить Это по сути Для меня Как МТТшка Ну а что МТТхи это тоже Пихалова Потому что Основные деньги Разыгрываются Тоже в маленьких Стэках И в топ 3 И в топ 2 То есть нужно Уметь в основном Играть Вот именно Такие стадии Но здесь Ты и точно так же Ты в спинах Можешь затащить До хрена бабок И тоже так же Это происходит Крайне редко Как в МТТхах Единственное Вот для меня Спины это Как удобные МТТхи Поэтому Мне так и Понравились Спины Собственно На старые дрожжи МТТшные свои То есть есть азарт Есть И возможность Всегда Изменить Немножко Свою жизнь А если там Пятнашки катаешь 150к Затащить Собственно Моя жизнь Поменялась бы И это чувство Это ощущение Придает Некий Интерес Какой-то К своей Жизни А для меня Это важный момент Не только Как бы Просто Тупо Деньги Отсутствие Дисперсии Важно А важно Ощущение Что жизнь Она не будет До старости Одинаковой Так или иначе На спинах Пятнаших Хатбекер Уже не уходит Стабильных 2к Ну Если говорить Стабильных То Есть Пулы В которые Можно вступать И тем самым Диспу Снижать Значительно И Ну Насчет 2к Ну Нет Да Может и 2к Нет Поэтому Как бы Надо Я Покером Я хочу Еще Зарабатывать Другими вещами Я хочу Снимать Фильмы Я хочу Путешествовать Как-то Пытаться На этом Чем Может быть Хочу Заниматься Чем-нибудь Творческим Все зависит От тебя На пятнашках Нельзя Так Гей пятнашки Переходи На тридцатки Что мешает Надо просто Учиться Надо Стараться Не хватает На тридцатках Переходи На шестятки Ну Побей Тридцатки И переходи На шестятки Все Как бы В твоих руках Говорит Человек С банкролом 39 долларов Ну вообще По пятнашкам Если вот По спинлайзеру Смотреть Там топовые Реги Пятнашек У них 3-4к В месяц Идет Профит В общем А че это за звуки Это что Подписки Или донаты Я же все донаты Еще настроил На твиче Но с донатами Там вроде Должен Такой Зомбач Ходить А это Такой звук Какой-то Монетки Падает Вебмани Вроде Отключен Да у меня Вебмани Еще не должно Падать Особо Ну-ка Надо глянуть Так Донат Изменение Сцены Да-да Вот эта штука Оу Ее Крайдевил 22 Эры Знал Фоловинг А не А все Это короче Фоловеры Класс Понял Это работает Я же просто У себя на экране Не вижу Спасибо Крайдевил Хе-хе-хе Теперь я понял Откуда звуки Тайна Загадочных Звуков Звуков Раскрыта Поэтому Трешки Я тут Так Сижу Катаю Как бы Для Того Чтоб Форум Не потерять Просто Постримить В классной Компании Хорошей Обстановки How I Meet You Мамка Стал Новым Фолловером Спасибо И Крайдевил Те еще Спасибо Лучше Иметь Две штуки Баксов Сказал Человек С БР 40 Баксов Да Об этом И речь Хе-хе-хе-хе-хе-хе Лучше Иметь Конечно Гораздо Больше Чем Две штуки Баксов Спорить Не буду Деньги Весь Наживная Главное Иметь Душу Запах Замаски Эх Взгрустнем У меня Короче Просто На стене Вконтакте Подряд Весь трэш Идет Мозон Я думаю Норм Сойдет Эх Закурить Опять Захотелось Сигарет То нету Больше Черт Сигареты Кончат А у нас там Нигде нет Сигарет Во круге Вообще Нет Все Грусть Печаль Сигареты Закончат Ладно Притом Притом Я был Фишом И понял Как сильно Изменилась Игра Я бы Конечно С такой Игрой Не бил Даже На семерке Это точно Игра 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 Бросай курить. Как-нибудь займусь этим вопросом. А мне писали, что у меня несостыковка идет моего голоса с движением губ. Действительно так? Или просто у кого-то одного это подглючило? Интересно. Можете кто-нибудь написать? Ох, разгустелась. Шпонглы у меня ведь есть. Ладно, можно и потешить немножечко. ЗЗ будешь стримить сегодня? Что такое ЗЗ? Чтобы стримить, нужна грязь, которую обсуждать. Зачем обязательно грязь? Мы уже обсудили сейчас всяких Наполеонов, Гитлеров и Достоевских. Ну, там Достоевских, конечно... В Достоевском много грязи, но она как раз нужна для того, чтобы понять, что это грязь. Грязь. Видео и звук синхрома. Спасибо, мистер Андерсон, за приятные новости. А вот у How I Meet Your Mom несостыковка. О-оу. Это интересно. Может, с твичом какие-то проблемы? Если как бы на джипсе все норм, может быть. На твиче... Badbit пишет норм, на джипсе норм. Хм. Странно, странно. Хм. Окей. Поэтому вот покерный план у меня так и дальше, наверное, что буду бэкаться, играть в пятнашки от школы. А сегодня еще побалуюсь вечерок на троечках. Ну, а пятнашки я буду... Я обычно два стола катал, но стримить все равно я продолжать собираюсь. Буду, наверное, на стриме один стол катать, чтобы было погружение в игру более глубокое и попроще было. Все-таки стрим отвлекает, как-никак. Ну, надо будет с ребятами договорить, если мне там будет дозволено. Я надеюсь, что сможем. Девятки сразу запушу я. Что-то там подсфлоп... О, хвалят три кол. Вот это игра! Вот это 2009 год. Ну, множитель! Ну, давай же, давай же, что-нибудь. Хоть разок. Почему я самый невезучий покерист в мире? Бог! За что? Почему именно я? Ну, хоть разочек-то. 30 тысяч. Ну, хоть разик. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, проехало. Шесть. Болт короля отвечает в 18 сантиметров. Правда или вымысел? Как тема? Странная тема, ребята. Мы идут вроде в основном парни. Чем мы будем про болты-то рассуждать? Странно. Давайте лучше про киски. У кого там какая киска в глубину или что-то еще? Чем там, кстати, мерят? Или на вкус? Расскажите о ваших впечатлениях, кто пробовал. Гамбитаст пишет. Привет. Может, давай по бразильской системе заташкиваешь тройку, идешь на семерку, потом на пятнашку и так далее. Может, весело получится? Как часто мастурбируешь? Так, это все были два разных вопроса. Как ни странно. Ну, первый вопрос. Значит, вообще, да, надо подумать. Заташкиваешь тройку, потом на семерку? Да. Если эту затащу, иду на семерку. А если нет, то мне надо еще несколько штук отыграть, потому что я слишком быстро банкролл свой залью. Если затаскиваю, то бразильская система одноразовая будет мастурбировать. Ну, несмотря сколько часто. Я раньше говорил, что вообще никогда не мастурбирую. Сейчас уже повзрослел. Почему не везучий? У тебя неплохие результаты по спинлайзеру. О, спасибо, хоть кто-то посмотрел. А то все тут думают, наверное, что я фиш, что тройку играю, банкролл вообще никакой. Да, я в плюс играю вообще-то и как бы стараюсь и так далее. Ммм, какова киска Настя на вкус? А-а-а. Ого. Самая вкусная в мире. Из всего, что я пробовал. Это даже вкуснее, чем пирожные Буше, которые кушал с этот самый глава Ленинграда во время блокады Ленинграда, пока люди умирали с голоду. Жданов, чертова побери. Большевистский палач. Значит, как это я ответил? Глубина киски зависит ли от роста? Не знаю. От чего? Ребенка? В той школе бесплатно обучают или нет? В школах обычно берут процент с профита. Они, как правило, с бэкингами. И обучение включает в себя. И, соответственно, то, что ты платишь, отдаешь там какой-то процент. Ну, в разные условия везде. 50 на 50, 60 на 40, там 70 на 30. Зависит от школы и от лимитов. Отвечай, Слава, не тайми. Это я вопрос на прокиску? Ответил. Каждый раз... Или про пирожные Бюша. Каждый раз, когда мне кто-то говорит, что он не дрочит... Врунишка, врунишка, да, согласен. Вот сейчас я не дрочу. Вот сейчас. Это все, что я могу сказать, ребята, на данный момент. Я понимаю, что человек пиздун. Но, естественно. Если это, конечно, не какая-нибудь там 90-летняя бабушка. Я им еще все-таки верю, бабушкам всяким. Но я их и не спрашиваю обычно. И дедушек тоже не спрашиваю. Я молодежь. Меня молодежь интересует. Вот чат оживился, мне нравится. Живые темы, близкие, так сказать, к нашей непосредственной жизни. Киски, анонизм. Вот жизнь-то где. Чувства, так сказать. А то Достоевский. Да ну. Какие наркотики упарываешь? Фу. Наркотики. Основной мой наркотик – это жизнь. Кто-то подписался. А я, кстати, же донат настроил. И я не вижу, если кто-то там даже донатил. Спасибо, ребята, если кто-то уже донатил. У меня там на Твиче я сегодня первый раз стрим сделаю. Делаю с донатом. Просто кто-то подписывается, я слышу только звук. Я не вытащил эту панель, блин, донатскую. Вот. Но я потом это все делаю. Если кто-то донатил, я их, так сказать, на доску подсчета вынесу, конечно, с удовольствием. А в следующий раз на стриме сразу будет видно, кто там, кто что подписался, кто что. Так. CryDevil 22R. Я не дрочу, бэкните меня. Возникает вопрос. И подозрительный. Почему? У меня вообще вызывают подозрения люди, которые не пользуются благами и удовольствиями, предоставленными им от природы. Не дрочат, не употребляют наркотики. Не занимаются сексом. Не играет в азартные игры. Еще что-нибудь такое. Жизнь и дрочка. Это тоже название романа Достоевского. А, нет, это этого. Жизнь и дрочка. Это, по-моему, писатель нашего Даниэля Гроссман написал. Жизнь и дрочка. Потом зачеркнул и поменял на судьба. Советская цензура не пропустила. Дрочка слова. Сказали, что в Советском Союзе дрочки нет. Мы строим коммунизм. Нам некогда. П. Панель. К чему бы это? П. Почему панель? Вау, 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 вау. Так, а что это происходит? Фолловят, фолловят. Жека 55, Z7. Спасибо. Да. В следующий раз я вытащу, чтобы мне было видно тоже, кто что фолловит, кто что делает. Упс, скажете, я выиграл небольшой банк. Пол блайнда. Так, а сколько мы уже стримимим-то? Я так обычно вот хочу делать стримы почаще, но где-то по паре часов, может по два с половиной. Поэтому вот сейчас думаю, что еще, наверное, может быть, полчасика-часик постримлю. Надеюсь, за это время что-нибудь с множителем изменится. А то у меня только один множитель, x2. Жизнь, дрочка и спины. Можно книгу выпускать. Это точно. Из-за дрочка на спинах. А что с БРом? Вывел или залил? Да у меня уже БРа нет с начала года. Такая фигня. Неприятная для покериста. Но чувствую себя как никогда свободным. Это не странно. П. Перестань. У. Жека-55. Да, спасибо. И тебе чё, мяч 2000? Надеюсь, правильно прочитал. Так, 3б 33% говорите. Ну, вообще-то пас. По-хорошему-то. Так. По нотцам никаких нету тут. Ну да, думаю, можно и упасть. Ну, пограничная рука такая. Нет, я, собственно, если уж такую руку разыгрываю, то надо сразу было пушить. Слава, как ты относишься к вердоходам слабых регов на Бонго Камс? Надо будет поподробнее эту тему изучить. Где-то там овердоходы. Я как раз слабый рек, думаю, на данный момент. Поэтому интересно, интересно, надо будет зайти посмотреть, какие там овердоходы. Может, мне чё перепадёт? Чё там, надо жопу голую показывать? Сегодня ящерку покажешь? Если, значит, кто не понял, под ящеркой имеется в виду настоящая, действительно, ящерица, а не то, что вы подумали. И до этого я никаких других ящериц и вообще и настоящих тоже не показывал, если что. Поэтому, нет, чё-то не видно их тут. Сейчас уже не бегают. Они, видимо, уже знают, когда стримы начинаются и как чувствуют, что народ хочет видеть ящериц. И все смываются к началу стримов. Поэтому ящериц нет. Вот только геккон здоровый вот такой сейчас живёт в доме. Сегодня, кстати, ночью так начал орать. Жесть. Я даже подумал, будет ли очень... Насколько вкусен жареный геккон? Мне представилось. И захотелось приготовить его на сковородке. Но у меня не получилось поймать. Так что, как только поймаю, я, думаю, покажу. Может, даже в жареном виде. Такой, как осётр такой на блюде. Геккон. Там жопу надо показывать. Да жопу я здесь могу показывать. Жопу показывать. Хотелось бы заняться каким-то более творческим делом. Хотя это тоже определённый трэш-арт. Мало кто показывает жопу вот просто так в наше время. Обычно какие-то есть меркантильные интересы. Всегда. РПТ призывает женщин рожать несколько детей и смириться с бедностью. Не смириться с бледностью. Не ходить в солярий. Однако. Геккон однозначно лучше грибов. Но я не пробовал ещё геккон. Ой, ой, ой. Заколил, поторопился. Ну, в общем-то, норм колл. Ладно. Сейчас. А вот сейчас плохо. Плохой колл стал. Ужасный колл. На флопе норм был. Так, ну всё, ещё по-прежнему я на плаву. Как начинал, 50 баксов был. Ну, сейчас 40. Три бои на всего проиграл. Очень даже удачно иду, если учитывать последние полтора месяца. О! О! Самый крупный множитель! За два дня! Вот это да! Двенашка! Джекпот! Там уже некоторые две восемнашки занесли. Саша Грейван показывал всем, как она в жопу и ничего. Творческая личность. Актриса. Она в жопу. Ха-ха-ха. Очень, конечно, приятно, что мою жопу сравнили с жопой Саши Грей. Я думаю, аккуратно высыл попку. С попкой Саши Грей. Всегда приятно. О! Сразу... Вот, я понимаю. На ривере тус упал. Хорошо, что я не смотрел на флопе, да? Класс. Восемнашки мне еще ни разу не выпадали за два дня, по-моему, в стриме. Но я еще катал вне стрима, так чуть-чуть там. По-моему, было пару раз. И только для того, чтобы расстроиться. Ксандер, в 13, Тёмск. Спасибо за то, что стал новым фолловером. Вот так мы разговаривали о Достоевском, о Толстом «Война и мир». Отрывок о, значит, ходе истории. И тут пришли к наиболее важным темам. Жопа Саши Грей. Славик, если не сложно, скинь на школу ссылку на школу, на джипси-тим. Там через 6 часов после регистрации ему можно писать. Могу забыть просто. Нингеймер97. Так меня забанят нахер сразу. Вот у нас просто стоят с кнутами, банят за всю херню. Клянусь. Неприятно чувствовать себя вот таким человеком под надзором. То не скажи, это не скажи. Того человека имя, чё называть нельзя. Тут Анну Смит забанили за это. Не буду называть его имя. Ну, понятно, вы все слышали этого человека, чё имя называть нельзя. Короче, жесть и жопа. Я не хочу называть. То есть я хотел бы... Ну, короче, ладно. Баньте нахуй. Называется «Школа в плюсе». Найдите на джипси-тиме. Там Андрей у них есть. Чё я, блядь, заебался вот это вот... Как Штирлиц тут сидеть в пизду. Забанят, забанят. Короче, в плюсе называется. Школа. Классные ребята. Я с ними работал. Они мне ни копейки не заплатили за эту рекламу. Я просто очень доволен. Работай с ними. Постарайтесь как-то найти на джипси-тиме. У них есть там предложение, по-моему, на сайте где-то. Вот. Класс. Двенашку затащил. Если как бы что, лучше напиши мне тогда в скайпе. У меня сейчас скайп отключен. Я в скайпе прямо напрямую контакт скину представителей школы, если интересно. Школа относительно новая. Особенно у них там это самое... Пятнашки там очень особо там развернулись. Но лимиты ниже норм работают вовсю, насколько я знаю. Так, здесь добираем. А так вообще, если по школам интересно, то лучше самому погуглить и сравнить. Потому что я-то говорю по своим вкусам. Потому как мне как бы что ближе. А если как бы где-то условия получил, по процентам. Где-то более строго подходит, что ты должен там откатать до хрена. Битлджуус? Где Битлджуус? Где-то был Битлджуус 30 секунд назад. Что за смайлик, я не понимаю, лица? Я не узнаю ни одного. Вот только вот этот кудрявый похож на актера порно немножко. Это он что ли? Такой смайлик прям? Нифига себе. Вот этот человек стал великим. Аж смайлик в его честь появился. Вот к чему стремиться можно. Баньте нахуй. Да, баньте всех. Давайте вообще весь джипсетим забаним. Да хуели, блять. Писать тут еще что-то. Им тут предоставили форум все. Они там, блять, рекламятся все. Пишут, рекламят. Всех забанить нахер. Сиськи. Сиськи показываю. И вообще забанить мало некоторых. Надо, блять, вообще их расстрелять. Чтобы эти твари не смели больше ничего там. Даже все только регистрируются на джипсетиме. Если интересный блог у кого-то, это точно я вам говорю. Неспроста. Это не какой-то талантливый человек. Во-первых, за них пишет текст. Тот, чье им называть нельзя. Группа людей даже. Но за ними стоит то, чье имя называть нельзя. Это раз. Это точно, если это интересный блогер. Действительно яркий человек. А во-вторых, он, блять, не просто так-то пишет. Это точно мразь хочет что-то заработать, что-то с кого-то стрясти. И у бедных хозяев джипсетима, у несчастных, кусочек их несчастного хлеба, у них забрать. Иначе быть не может. Просто. Я вам серьезно говорю. Поэтому всех вот интересные, у кого блоги, у кого действительно там люди читают, интересные, их нахуй забанить надо сразу. Забанить. Ну сразу же видно, люди пришли тут зарабатывать на бесплатной рекламе. Скоты, блять, как они смеют только, козлы. Славик, расскажи, как ты решился сплавиться по Меконгу? А, вообще упоротый. Расцениваю последний вопрос как комплимент. А по Меконгу просто взбрело в голову. Потому что я ездил по Таиланду на байке, путешествовал, тоже снимал фильмы. И приезжал в Лаосе, в том числе через Меконг, и в том числе через другие речки по мостам. И мне очень понравилось, как они выглядят. Я просто еду по мосту, смотрю, река течет, вокруг лес, там горы. И естественно сразу представилось, каково это сплавляться по этой реке и плыть туда вот за угол в нее. Что там за углом, во-первых, непонятно. Хочется узнать и так далее. И эта мысль, она сразу в голову пришла, и потом я как-то через какое-то время ее реализовал. И еще, кстати, я открою секрет, что я хочу еще такой же сплав замутить, только не по Меконгу. Тоже многодневный, но по реке Пинг в Таиланде. Надеюсь, где-то через месяц, может полтора, это все удастся. А пока типа вот будет такой предсплав по местной речке Пай. Я тут попробую сделать плод. Я уже нашел сегодня еще одно место, с которым я буду сплавляться. Более подходящее я наметил. Там очень много бамбуковых этих жердей. Я из них буду мутить плод. Завтра мне должны... Сегодня уже должны были мне продать покрышки. Не покрышки, а вот эти камеры, баллоны. Четыре штуки я хочу купить от грузовика. Но тайцы что-то завтраками кормят. Завтра должны продать мне их. Сказали, завтра, завтра приходи. Если завтра не будет, я куплю от легковушки. И от легковушки сделаю плод. И сплавлюсь по этой речке. А потом по Пингу. Вообще очень мне хочется прям по этой речке. Там будет совсем по-другому. Не как Лаос. В Лаосе там глухоман деревня. А в Таиланде тут храмы, тут цивилизация. И в отелях можно останавливаться, что крайне удобно. Но и также свои интересные моменты. Ну, реки, они таят много секретов, которых я еще не знаю. Я в Таиланде уже много лет живу. Но вот то, что на Пинге, мне хочется за угол этой речки посмотреть. Я речку Пинг тоже много раз проезжал. У меня сначала идея была сначала по Пингу. А вот именно, чтобы по Меконгу сплавляться, как смог найти школу эту? А мне друг посоветовал Серега Мэйди. Мэйди у него ник на форуме, если что. Он там с ними проработал, правда, всего несколько дней. Сам мне посоветовал. Я вот с ними несколько месяцев работал. И мне очень понравилось. Крайдейл, кинь ссылку в личку. А тут уже называли, а называется в плюсе от школы. Блин, ну все точно забыл. Не платили они мне ничего. Не платили, ребята. Ну, пизд. Только я им платил. Кстати, я поднимал и не только себе заработал денег, но и ребятам. Ребят, не спрашивайте больше про школу. Вы что, хотите, чтобы меня забанили, что ли? Серьезно? Я уже сказал несколько раз ее название. И тут в чате было написано. Если действительно интересует сильно-сильно, вы сами мне в личку напишите на джипсетиме и спросите. Потому что я же после стрима забуду, кто спрашивал уже. И кто... А сейчас мне некогда скидывать в личку. Так что вот такая система у нас. Вы еще меня попросите на порнуху ссылку вам скинуть сейчас. Да. Ну, вообще, тогда к стенке поставят и расстреляют сразу. Актер Задорно. Привет. Я думаю, что это за реплика в чате. Привет, Задорно. А это каст Актер Задорно пришел. Некий. Так, и что мы тут уже сколько мучаем друг друга? Два часа уже, ешки-матрешки. Савченко, Украина. Известный томбой. Название школы. Требует название школы. Ребята, напишите какие-то названия школы. Школа-студия МХАТ. Рекомендую. А есть, кстати, может, в чате кто из этой школы? Ну, мы как уже занимались там. Помните, может, по нику. Может, напишите. Да, давай порнуху, а то никто не знает в 2016-м где порно. Ну, порно-порно-рознь, между прочим. Я вот лично иногда приходится поискать. Хорошенькие фильмы. Чтобы как следует вздрачнуть. Я в этом смысле в плане, как бы, человек. Не просто вам какой-то там дрочер обычный. Мне нужно действительно произведение искусства, чтобы получить истинное удовольствие, духовное и в полном смысле этого слова, так сказать, высшее наслаждение. Поэтому перед тем, как вздрачнуть свои пять минут, нужно потратить еще минут сорок на поиск, так сказать, объекта. Так что тут не все так просто. Дифэтрия стал новым фолловером. Спасибо. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас двусторонка. Актер задорно. Сейчас скину. Вот спаситель мой. Хорошо, что забанят тебя, а не меня за ссылки неправильные. Четыре, пять. Шестенка. А прикинь, если бы и вправду на МХАТе открыли школу спин-офф. Так, ребята, вот кто обкурился. How I meet your мамка. Где траву доставал, скажи, пожалуйста. Я знаю, знаю это состояние ума, когда предполагаешь подобные вещи. Я сейчас просто не курю давно, мне не надо, что травку покупать. Но это ход мысли узнаваем. Школа Осетра на блюде. На хэ-хэ-бе же Даталова. На каком еще хэ-хэ-хэ-бе? А? Разве можно тут так говорить? Сейчас придут модераторы. Где-то забанят. Потому что дрочить нехорошо. Порнуха это нехорошо. Мы все тут не дрочим. Никогда. На джипситиме никто не дрочит. Особенно хозяева джипситима. И другим не разрешают. И никаких порнух, пожалуйста, ребята. Дрочить. Кто вам разрешил дрочить? Вы спросили у хозяев сайта вообще? Можно вам дрочить или нет? Так. Это все. Я запалил все свои данные. Кто-нибудь в гости приедет ко мне в Ульяновск. Ребята, высылайте деньги на адрес, который вы успели заметить. Ладно. Поехали дальше. Я, конечно, могу дать ссылку, но тогда тебя точно забанят. How I meet your mom. Почему это меня забанят? Это тебя забанят. Давай вот ты дашь ссылку и проверим, кого забанят. Так сказать, эксперимент. Ну, это все смешные разговоры, конечно, о ссылках. Вот такая мелочь, блядь, пиздец. Ссылки. Ох, название школ. Мне очень грустно, что приходится, вместо того, чтобы разговаривать о Достоевском, думать, что я не могу произнести. И каких людей, которых забанили, имя которых я не могу произнести. Блядь, вот просто. Ну, это унылость просто. Унылость и расстройство сплошное вызывает у меня эта политика. Больше ничего. Хозяева джипси не дрочит название стрима. Я, кстати, актер задорно хотел сначала стрим назвать, между прочим. Пока меня не забанили. Но! С трех попыток мне не удалось создать стрим с таким названием почему-то. И только вот с тем, что сейчас есть на джипсе название, удалось буквально. О, хорош, Славик. Теперь тоже в трендер. Отвидите, чувак. Здорово, Смав. Давненько не видались. Да-да, привет. Как у тебя дела? Ты где сейчас находишься? В Липецке? Или на Самуи? Что за бутылка? Похоже на хлорку. Это дешевая тайская вода. По 25 бат за 6 бутылок. Меньше доллара. Классная тема. Немного вкуснее, чем из-под крана. О, ну все, ссылочки пошли на порнуху, ребят. Давайте там. Удачки. Но это в Свиче. Я вас банить не буду за это. Пока что. Я пока еще не стал миллионером-снобом, который будет банить нищебродов, пытающихся свои ссылки тут разместить. Я такой же, как вы. Я с вами. Я смотрю порнуху, драчу на нее, так же, как и вы. Мы все одна команда. Будем держаться вместе. Но за левую руку. Потому что правые у нас заняты. Кстати, если скачивать порнуху с торрентов, ну, типа порнуху, то можно сесть за распространение, так как P2P-сети еще и раздают трафик. Спасибо за... О, Липецк. Привет, Липецк. Смав. Как у вас там погодка? Как дисперсия? Ой. У меня уже привычка лезть на спинлайзер. Я забываю, что это третий лимит. Я-то еще обычно пользуюсь спинлайзером на 15-м. Хотя спинлайзер сдох. Да, можно про него уже начинать забывать. Или как там, не изменилось ничего. Я уже там полмесяца не заглядывал просто. Липецк, город металлургов. Металлурги там живут. И так далее по тексту, если кто знает. А кто не знает, я тоже забыл, если честно. Как на улицу ты выйдешь, жопу в клочи разорвут. Что-то в этом роде. Но спросите лучше у Смавы, ему виднее. Ну, я думаю, жопа Смава в порядке. Он в Липецке давно, человек опытный. А вот если новичок приедет, то нужно опасаться. Команда дрочеров, сплотимся же! Да мы все в этом мире. Вместе, братья и сестры. Так сказать. А множителя так и не сыпят. Кстати, порнуха вызывает импотенцию. А я наоборот считал всегда, что ты как бы качаешь член. Это как тренировка дополнительная. Ну, сегодня у меня, например, был вчера день рук там, потом день члена. Накачиваешь крови и так далее. Просматривал одним глазом путешествия твои. Ты сейчас с той девчулей? Погодка жара, как в Тае. Да, с той самой вечно недовольной девушкой. Но, слава богу, мы не в Лаосе, поэтому все попроще. Спинлайзер не трекает Х2. То есть, можно сказать, что ГГВП. А он только Х2 разве не трекает? По-моему, он... А, ну может только Х2. По-моему, он Х4, Х6 тоже там не особо как-то мал. Ну да, он совсем мало трекает. Может только Х2. Ну да, да, ГГВП. Жаль, конечно, он помогал. Мочит Регов на Старзах. Сейчас скажешь. Подожди, Смаф. А ты с той самой тоже девчулей или нет? Последний раз, когда я тебя встречал, на самой, по-моему, ты был с девчулей. Сколько у вас детей уже? О, это наркоформ. Я думаю, что там, про псилоцибин, что ли, форум ссылку скинули. Наркоформ. Ребята, кидайте. Ладно, ссылку. Порнуху, наркотики, рок-н-ролл. Мы все свои. Можно. И даже школу покера. Ну, школу покера слишком жестко. Лучше порнуху и наркотики. А покерные школы... Спросите у хозяев джипси-тима разрешение сначала. Такой блеф пошел туповатый. Семерку разве что выбить. Потом, значит, мы можем выбить 8-9. Из того, что... А, подожди, 8-9 мы делим, да? Нет, 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 нет. Ладно, чек все равно. 7-8. Семерка сложно выбить. Я сейчас с МАФ... На... Несколько раз подряд уже сделал 3-х месячные визы. Вот последний раз в Пинанке ездили делать. Туристические. В планах есть. Молодец, старайтесь, давайте. Тогда не заходи на те ссылки с порнухой, которые здесь скидывали, чтобы оставить силы на делание детей. Вот, кстати, на школу спин-офф. Не знаю, на какую, о которой я говорил или нет. Ссылка была. Ну, то, о которой я говорил, там вот Андрей у них занимается. Она есть на джипсетиме, насколько я помню. Да, она есть, собственно. На джипсетиме у меня мой друган как бы ее и увидел. И еще, собственно, мне и посоветовал. В чате есть представитель один из школ. Да, да. Я, кстати, вот как раз из двух школ основных выбирал. Я разговаривал, кстати, с представителями этих школ. Общался. Ну, в общем, посмотрим. У меня просто вот единственное, что в школах, как творческого, свободного человека, у меня единственное, что чисто вот морально связывает, это контракт длительностью в год. Потому что год, ты представляешь, год. Ну, что там через год случится? А вдруг я через год стану великим режиссером, как Ларс Фонтрейнер? Вряд ли, вряд ли. Но все равно хочется думать о хорошем. А то, что через год я также буду регом спин-офф. Ну, класс. Ну, таким зарабатывающим регом спин-офф. Ну, да, класс. Но все равно. Ну, надо думать, надо думать. Всем школам, присутствующим в чате, привет. И всем остальным тоже. Да, ссылка была на ту школу, о которой я как раз говорил, да. Ну, с ними я просто работал. И был в плюсе. Действительно, оправдывал название. Просто реально, ребята, если вы даже тему на джипсе найти не можете, вы уверены, что рисовать в покере будете. Да, молодец, Хавай Митья, мамка, молодец. Четко подстегнул. Может, людям некогда, у них руки заняты. Тут же были ссылки на порно до этого. Одной рукой тоже там по джипсе лазить как-то не так удобно. Во время просто... И тет-стрим смотреть, и порнуху, и все дела одновременно. Тяжелая неказистая жизнь простого покериста. Все-таки у кого-то задержка тоже, да? Все-таки, значит, я говорю, и губы не в такт шевелятся. Правильно я понимаю? На Твиче. Ну, ладно, надо будет посмотреть потом на видосе. Следующему стриму обещаю исправить. Так, из-за лейт есть, да? Ну, оп. Хотя, блин, так, конечно, что-то надо было рейзить все-таки. Ладно. Окей. Из-за лейт всего один из двух. Да и то, в каких стеках? А, в маленьких стеках. Даже переехать не могу по-человечески никого. Что там у нас осталось? Что на что играть-то хоть? 42. Короче, по бразильской системе надо начинать. Вот это вот. Играем по бразильской системе. Сейчас треху затаскиваю. Если затащусь, на семерку перехожу, на лимит. А если семерку затаскиваю, перехожу на пятнашку. Так что будем молиться. Пожалуйста. Еще бы множитель хороший. 12. Класс. Как раз семерочку сыграть с запасом. Надо выигрывать. Фух, такие звуки. Джон Хибас. Джон... Джонни Бас. Джон Хибас. Джонни Бас. Спасибо за подписку. Кстати, мне там вчера кто-то сдонатить хотел, не получалось. Я донат сегодня настроил, между прочим. Итак, еще раз покажу свой банкрол. Так, ну у меня Сиги так давно закончился. Я думаю, уже на сегодня заканчивать скоро буду. Давайте так. Играем сейчас по бразильской системе. Если я, значит, проигрываю, то все. До завтра. А если выиграю, то переходим на семерки и так далее. Если выиграю семерку, переходим на пятнашку. В общем, играем до первого поражения. По 30 игра сразу, если не пойдет, то спуститься можно на семерку. Вот это бразильская система. Без права на ошибку. Ну, блин. Тогда уж бразильская система получается... А на сколько мне хватит? А, мне-то как раз на тридцатку и хватит, и на семерку. Без права на ошибку. И без права стримить в следующий раз. Потому что не на что будет играть. Только фрироллы, если буду стримить. Ну, посмотрим. Не-не-не, уже все, условия есть. Выигрываю, все. Дальше. Проигрываю, вылетел к чертям. Бразильская система. Тем более шансы есть неплохие. Пока равные с Доном Бубликом. Судя по нику, его вполне можно обыграть. И у нас еще и стрит. И вот я вырываюсь в лидеры. Как же классно играть по бразильской системе. А я думал, что играть в покер по бразильской системе, это когда рядом с тобой толстосиси и мулатки, кокаин и все прочие прелести бразильской жизни. Тут, оказывается, надо еще и в покер выигрывать. Черт. Все не так просто. Да, играем, напоминаю, по бразильской системе. Без права на проигрыш. Если я проигрываю, то придется заканчивать стримы. Если выигрываю, то мы сможем подняться на семерочки. На семерочки. А следующий стрим я начну, наверное, с бразильской системы. Если на школу не подпишусь. Потому что от школы я лучше не буду по бразильской системе катать. Посмотрим. Текст, текст, текст. Моус по это сектант какой-то. Ну а как же? Конечно, сектант. Можно было сомневаться. Вы что, не знали? Давай, Бразилия, вперед. Дама 2. А, это я с колумбийской системой перепутал. А в Бразилии что, нету кокса и больших сисек разве? Ну да, колумбийская система. Надо будет как-нибудь и по колумбийской поиграть. Банкролом вот разживусь. Правда, мне кокс нельзя нюхать, кстати. У меня нос. Нос неприспособленный. Мне не судьба вообще скокситься вообще в этой жизни. Нюхать кокс и стать кокаинным наркоманом. Не судьба. Потому что у меня нос слаб. Слабоват на носок я. В этом плане. Слабоват на передок. Не выдерживает он подобных веществ. Ну что, не буду я продолжать. Без эквити нафиг делать нечего. 9.5 пограничный. Кстати, можно и выкинуть, наверное, было бы. Хотя, ладно. Нет, ну да, выкидывать надо было. Я что-то не обратил внимания на стату. На стату его. А у него крайне-крайне тайтовые диапазоны. Очень мало открывает. 15 процентов получается всего. Эх, вот я сейчас мечтаю. Выиграю этот турнир. Потом на семерке. Как 70 штук выпадет. Вот будет житуха. Ну, надо этот выиграть сначала. Затащить. Выкидывает он больше 50 процентов. Открывать можно вообще все подряд. Да, мы открываем все подряд. Вот и со 80 процентов туда. Ну да, может я просто не тот пробовал порошок. Может надо было Ваниш попробовать. Есть ли еще какой-нибудь другой вид. Ну, в любом случае, у меня с детства с носом. Открываем все. Я все забываю, что надо открываться. Почаще пройти в нем. Ну-ка, опять открываться, но в любом случае. Ну, короче, я так понял, надо ехать в Колумбию, чтобы точно понять, грозит ли мне в жизни скокаиница или нет. Пока еще не точно. Это я только думал, что мне не грозит это. Оказывается, еще всякое возможно. Бывает и хороший продукт. Как часто мастурбировать и креститься. Главное не делать это одновременно. В остальном, сын мой, поступайте, как велит вам Божья воля. Хотите мастурбировать, пожалуйста, это Бог хочет. Креститься, то же самое. Главное не совмещать. О! Бразилия работает. Вот это бразильская система. Вот это да. Идем семерочку катать. Если семерку выиграю, пятнашку. Если пятнашку выиграю, тридцатку. И тогда соток. Все, поехали. Мы перешли во второй раунд. Но если проиграю, то все. Как бы придется заканчивать на сегодня сессию. Это я сразу сказал. Так, ну пожалуйста, хороший множитель. Семерочка. Семерочка же все-таки. Хороший, хороший. Эх. Хоть раз по бразильской системе-то можно было дать. Ну ладно. Надо выиграть. Тогда пятнашку буду катать. Так, ладно. Это все равно самый большой приз, который сегодня я могу выиграть. 14 баксов. Мне больше 12 сегодня вообще не выпадало, по-моему. Не, вроде не выпадало. Ха-ха. Второй день подряд уже Х6 не выпадает. Что за бред? Ладно, еще двенашки выпадали. Ладно. Бразилия. Бразилия должна сработать. Счастная. Мы еще на пятнашках по спинлайзеру можем попробовать, может. Если у меня там не закончился аккаунт. Допряженный момент. Во второй раунд вышли бразильской системы. Угу. Кл. У нас этот самый. Стрит флэш дро. Стрит флэш дро. А также две пары дро. И трипс дро. Но тут, наверное, все-таки выкидываем. Маткаби. Как он там туз-5 разыграл? Чуть я пропустил. Нет, 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 не та рука. Вот, туз-5. Как он разыграл? О, три с половиной. Понятно, понятно. Все с вами, господа. И заколил. Красавчик. Запомним этот момент. Ну, так уже делать нечего. Но ци можно не ставить, конечно. А, ну это семерки. Можно и поставить на семерки. Сквончить можно, если еще. Ищешь экзотику. Можно еще сквончить, скворчать, папать. Некоторые могут даже шликать. Вообще, огромное разнообразие дало на природу для действий собственным телом. Сквончить, сквончать. А что делать, если я до сотки отойду и выиграю? В Бразилию, что ли, ехать дальше? Или продолжать играть в сотки, пока не проиграю? Везем Анкроу, например. Некоторые так и делают, кстати. Гэмби Тастс, спасибо, что стал новым фолловером. Ты вовремя успел. У нас тут бразильская система. Вот. Вот сейчас будет развязка. Момент истины. Три беты, три беты. Нет, ну я даже тут зайду, даже если он запушит. А тем более и сам. Ну же, ну же, ну же, пожалуйста. Бубна, пожалуйста, Бразилия! Черт! Единственный множитель, единственный приз выше 12 баксов. Ну ладно, сегодня не судьба. Сколько занес в АППТ? 12 тысяч долларов, там был приз. Это у меня там на Твиче и фотка есть. В профайле. Ну в этом, на Твиче на странице. 12 тысяч баксов. И, блин, это самое. А Баин был 500. И это был турнир на 100 человек. Выиграл я его с рукой 5-3 разномастные, как сейчас помню. А чувак, когда у нас были блайнды, я помню эту раздачу последнюю. Единственный турнир жизни оффлайн, который я занес. Чувак зашел лимпом. Эффективный стэк был что-то около 7 блайндов. По-моему, у меня был 7, у него 9. Или даже там 6 и 7. Короче, вообще вот просто остались. Там турбо-турнир был. Мы еще относительно длинные стэки вышли. И он залимпил туздаму. Залимпил туздаму. Не лимпьте, пожалуйста, в хедзапе, в турнире. В эффективном стэке 6 бб туздаму разномастные. Это был китайский фиш. И пришел флоп 3-5 дама. У меня было 3-5. И он давай там радоваться, слоу-плеить. В итоге обломался по полной программе. Я выиграл. Я просто, естественно, чекнул, не стал залейтить. И выиграл, да, на допере. Завтра уж быть доброй заточить геккону для показа. Пандентно. Слушай, ты не представляешь, насколько ты прав. Потому что у меня бабок осталось. Даже не то, что придется гекконами скоро питаться. Так что я уже подумываю. Действительно, да, надо отлавливать их и готовить под луком и стырным соусом. Вот. На этом бразильская система на сегодня завершилась. Я думаю, посмотрим. Может быть, еще сыграем завтра или послезавтра по бразильской системе. Мне понравилось. Сегодня вышел второй раунд. Ну, не хаби до начала. Банкролл у меня остался, соответственно, такой же, как в начале стрима. Ну, было 50 баксов, сейчас 45. Собственно, ладно. Так что всем спасибо огромное за внимание. Спасибо за приятное общение. За все обсужденные темы. Все самые важные темы мы сегодня обсуждили. Анонизм, сталинизм и Достоевского. Давайте придумаем, что будем обсуждать в следующем стриме. Пока у нас есть на это примерно сутки. Всем спасибо. И покедова.